Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне в жизни не ведет с мужчиной, мне 28 лет, есть ребенок в 6 лет. С отцом ребенка у меня сложные отношения, мы то вместе, то нет. Сейчас он принял решение о расставании, потому что я инициатор 40, сама всегда начинаю выяснять отношения, он молчит сначала, а потом злится на меня. Сейчас он со мной больше месяца не общается, мне очень тяжело, я знаю, он меня любит и я его люблю, но он устал от постоянных выяснений отношений. Он не верит мне, что я буду спокойный, не буду ничего выяснять, не буду с ним ссориться. Я больше его критикую, упрекаю, ревновала в последнее время, а он больше от меня закрывался, я не понимала почему. Сейчас он не общается ни со мной, ни даже с ребенком, начинает понимать, что-то все происходит у меня из-за напряженных отношений с отцом. Пораздо не быть как он, но не всегда получается что делать, как спасти семью и вернуть доверие. Ну что ж, начать нужно с того, что вы списываете свои проблемы на везение. Это первое. То есть дело не в везении или не в везении. Дело не в этом. Дело в том, что есть ваша ответственность. Вот. И это ответственность является означает что ну, соответствием ваших действий. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. то есть на везение и не везение здесь списывать ошибки. Вот. Дальше. Бросается в глаза то, что вы говорите про сложные взаимоотношения с отцом ребенка. Это наводит ну, естественным образом я надеюсь, вы это понимаете, что естественным образом это наводит на мысль о том, что вы мужчину воспринимаете больше больше как ну, как вам сказать, да? Как собственно отца ребенка своего. Но не как ну, вот в этом смысле, да? Получает отдельную отдельную личность. То есть вот в этом смысле. А такой ну, такой так скажем тенденции какой-то тенденции нет. здесь нет. И это является как мне кажется самим по себе это является проблемой. Вот именно по той простой причине, что если вы мужчину воспринимаете как отца ребенка то естественно что отношения будут ну, вот скажем так несколько напряженными между вами потому что мужчины это в первую очередь личность человек и только потом уже в общем-то отец отец ребенка да? и ваш муж то есть именно вот в таком порядке здесь выступают роли социальные роли вот если у вас этого нет значит тут вот идет нарушение. Дальше. Выпишите. мы думаете то нет. Здесь и дальше я бы сказал что речь идет про вашу зависимость от человека. так потому что такое ощущение возникает у меня как будто бы вы ну если не сказать целиком и полностью я не уверен что это будет в данном случае корректно но как будто бы вы зависите от мужчины как будто бы вы зависите от его решения понимаете да? в чем штука и вот этот момент что что ну что вы зависите от его решения а большая это как мне кажется а ну проблема в первую очередь вот то есть вы сами как бы а не отвечаете вот ну как бы за а то что происходит происходит в а значит ну с вами с вашей жизнью да с вашими а с вашими отношениями вот и так далее то есть это вот значит ну такая в данном случае ситуация такой вот ну в данном случае такой в данном случае аспект здесь ну мы имеем а имеем имеем возможность а значит ну наблюдать вот вот дальше значит ам сейчас он принял решение расставания пишите вы потому что я им за это хорошо здесь что вы понимаете что инициатор вы это хорошо вот хорошо что вы понимаете что вы ам значит ну ам 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 инициируете ам ам ссору это здорово но ам важно увидеть как мне ам кажется то важно увидеть ам значит ну причин ам важно увидеть причину да из-за которой вы ссоритесь то есть это вот то что вы в принципе ам в своем ам сексе как бы ам не описывает вы не описываете то из-за чего вы ссоритесь вы не описываете то что ам ну как бы является причиной первопричиной первопричиной ам вашего ну как бы ам ам конфликта вот понимаете да то есть вы не вы не описываете суть вы не описываете ам корень вот понимаете понимаете о чем идет речь вот дальше смр всегда начинаю выяснять отношения пишите вы да а по поводу чего вы выясняете отношения человек молчит сначала а потом а потом злится на меня ну тут как бы все в принципе логично все понятно сейчас он наибольшем месте не общается мне очень тяжело а из-за чего вам тяжело вот опять же знаете когда вы находясь в отношениях с человеком а значит ссоритесь с ним а без него вам тяжело это говорит о слиянии это говорит о слиянии в первом очереди то есть вы находитесь в слиянии с мужчиной это такой вот болезненный вид отношений это это зависимость по сути эмоциональная зависимость вот от чего вам тяжело дальше я знаю он меня любит и я его люблю вы не можете знать что он вас любит вы не можете ничего знать о чувствах другого человека вот вы не можете ничего знать об этом но вы можете узнать о том что чувствуете вы сами понимаете да Это очень важный момент, как мне кажется. Далее. Что вы понимаете под любовью, то есть что вы считаете любовью, как это выглядит. Он устал от постоянных выяснений отношений, пишите вы, он не верит мне, что я буду спокойный, не буду ничего выяснять, не буду ссориться с ним. Так это же по большому счёту правда. Вы действительно не будете сейчас на данный момент спокойны и вы вряд ли, собственно говоря, как-то сможете гарантироваться человеку то, что ссоры больше не повторятся. То есть это в данном случае, в данном случае это правда. Вот. Надеюсь, вы это, ну надеюсь, вы это понимаете. Ну вот. То есть, то есть к чему вы это в данном случае, ну пишите, да? То есть вы говорите, он не верит. Ну хорошо. Он не верит. А он что, как бы, ну должен, должен верить или что? Вот. Как это в данном случае работает? Я, я вот, честно говоря, не очень понимаю. То есть вы думаете о том, получается, что человек вам поверит. А, ну, 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 без, значит, значит, ну, без, эм, ну, без ваших изменений так это получается, судя по, ну, судя по тому, что вы описываете. Дальше, я больше его критикую, упрекаю, ревновал в последнее время, он больше от меня закрывался, не понимал почему, а из-за чего вы его критиковали, упрекали и ревновали. Понимаете ли вы, что это вопрос как-то вашей самооценки и ваших страхов, вот и так далее. То есть, понимаете ли вы это, на мой взгляд, ну вот нет, на мой взгляд вы психоэмоционально пропускаете то, что с вами происходит, пропускаете то, что, пропускаете то, как меняется ваше, ну, ваше, ну, ваше состояние, понимаете, да? Дальше, эм, так, сейчас они общаются ни со мной, ни с ребенком, ни с ребенком, не знаю, по-моему, что происходит у меня из-за напряженных отношений с отцом. А что это за, ну, что это за напряженные отношения с отцом? То есть, ну, как бы, из-за чего они, ну, такие, вот, понимаете, да? Из-за чего у вас такие напряженные отношения с папой, вот, ну, как бы, что с ними в данном случае? Вот, вы, эм, пишите о том, что вы, эм, стараетесь не быть как он, эм, а как вы, ну, понимаете, что вы такая, как он, как он, или как вы понимаете, что вы, эм, не такая, как он, да? Вот, то есть это вот в данном, эм, случае, как мне кажется, очень, эм, очень важный момент, на который вам имеет, эм, смысл обратить свое внимание. Дальше идем. Дальше идем. А что делать, как спасти семью? Значит, ну, если говорить о том, эм, что вам делать, эм, конкретно, то я бы, я бы, конечно, говорил бы о психотерапии, вот, о личной психотерапии. Если говорить о том, что делать, то я бы говорил о, эм, ну, об индивидуальной работе, эм, вот, вашей. Это первое. Второе. Если говорить о, о спасении, эм, значит, семьи, то здесь я бы сказал, что это является, ну, по крайней мере, одной из ключевых проблем. Одной из, эм, ключевых проблем является то, что вы хотите спасти семью. Эм, здесь опять же идет, эм, на мой взгляд, сужение, эм, роли, сужение, сужение значимости, эм, образно говоря, мужчинам для вас. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вам нужно не семью, в этом смысле, спасать, а вам нужно взаимодействовать с, эм, эм, личностью вашего мужа. Как мне, по крайней мере, кажется, вот. То есть стараться, эм, выстраивать отношения, эм, стараться, эм, выстраивать отношения с мужем. Эм, именно на уровне, на уровне, на уровне личности. Понимаете? Да? Какая штука. Именно на уровне взаимодействия двух людей. Причем, равного взаимодействия. А не взаимодействия, эм, как бы, эм, ну вот, эм, отца ребенка вашего, да, и матер ребенка. На мой взгляд, это, эм, является одной из, эм, проблем. Эм, следующий аспект, это, эм, значит, то, что вы, эм, эм, пишете, провернуть доверие, доверие. Эм, возвращать доверие не нужно, как мне скажут. Вот. А вам желательно развивать, эм, доверие к, эм, к, эм, значит, ну, к самой, эм, себе. О. Во. Вам следует. Понимаете, да? Вам необходимо развивать, эм, доверие, эм, эксек, к самой, себе. Во. Во-о. О. А, сейчас, а сейчас, получается так, что вы, э, эм, э, и все с значит, себе не доверяете, сами, из-за чего возникает как раз таки проблема, вот. На данный момент вы, скорее всего, говорите о наличии для вас, значит, доверие как средство опоры для вас, вот, но доверие как средство опоры для вас не является, значит, доверием по факту, вот, ну, к сожалению, понимаете, да, какая штука, то есть здесь вы путаете вот эти вот, ну, вот эти вот понятия, то есть, говоря о доверии, вы на самом деле говорите немножечко о других аспектах, вот, вы говорите, вы говорите о том, что вам нужно вот, ну, чувствовать себя лучше, чувствовать себя, скажем так, более комфортно или, может быть, более уверенно в себе и так далее, вот, то есть, как бы конкретно к доверию это отношение не имеет, вот, обязательно, обязательно нужно, чтобы вы это учитывали, обязательно нужно, чтобы вы в этом, а, отдавали себе отчет. А, в целом, в целом, в целом, если мы говорим о том, а, значит, что бы ваше отношение восстановить, есть, конечно, шанс, особенно, если вы имеете в виду, да, то, что вот, ну, у вас есть, значит, это, ну, взаимно, ну, взаимно, то есть, это вот, можно, 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 как бы, эм, эм, их, эм, ну, можно их, эм, гармонизировать, эти отношения, эм, ну, необходимо, эм, значит, эм, необходима серьезная работа, необходима серьезная работа, на мой взгляд, по крайней мере, вот, а исходя из, эм, значит, того, что вы, эм, ну, взходя из того, что вы, эм, пишете, взходя из того, точнее, что вы, эм, описываете, вот. Эм, на мой взгляд, не совсем, эм, эм, понятно, вот, хотите ли вы, и готовы ли вы, эм, а, значит, эм, ну, как, как бы, эм, поработать над собой, готовы ли вы, эм, ну, заниматься, эм, психотерапией, в данном случае, эм, то есть, э, я, точно, э, точно, э, сказать не смогу, вот, ну, как бы, ответить на этот, э, ну, на этот вопрос, потому что вы сами не знаете, вы сами, как бы, ну, эм, не определили, э, понимаете, да? Эм, значит, эм, такой здесь есть момент. На этом все. Эм, я надеюсь, эм, что вам это было полезно и интересно. Эм, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Эм, это, эм, это, эм, позволит вам, эм, начать над собой работу, эм, вот. Эм, эм, желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодит.